Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать главу «Световые явления» и тема нашего урока «Скорость света. Прямолинейность распространения света». Раньше вопрос скорости света не интересовал никого. Есть свет и хорошо. В античность ученые-философы стали задумываться над тем, чему равна скорость света. И они считали, что скорость света бесконечна, и свет распространяется мгновенно. Галилео Галилей решил, что скорость света, хоть и очень большая, но имеет все-таки конечное значение, и даже предпринял попытку измерить скорость света. Он и его помощник с зажженными фонарями стояли на двух холмах, которые были на расстоянии около двух километров. Когда один из них поднимал задвижку, второй, увидев свет, должен был сделать то же самое. Зная расстояние и время, Галилео Галилей рассчитывал измерить скорость света. Однако время было так мало, что это ему сделать не удалось. Первым удачным опытом по измерению скорости света был опыт датского астронома Олафа Ремера. Он применил астрономический метод для изучения скорости света. Наблюдая за затмением спутника Юпитера Ио, Ремер заметил, что время рассчитанное и время наблюдаемое отличаются друг от друга. По этим данным он смог измерить значение скорости света, и она оказалась равной 215 тысяч километров в секунду. Затем были опыты и других ученых, а с изобретением лазера скорость света измерили с гораздо большей точностью, чем это было ранее. В настоящий момент скорость света в вакууме равна 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Если же не требуется особой точности, мы считаем, что скорость света равна 300 миллионов метров в секунду, либо 300 тысяч километров в секунду. Скорость света обозначается буквой С. Скорость света в вакууме считается максимальной. И скорость света в воздухе незначительно отличается от этого значения. В других прозрачных средах скорость света меньше. Среда, в которой свет распространяется с меньшей скоростью, называется оптически более плотной. Среда, в которой свет распространяется с большей скоростью, называется оптически менее плотной. Сравним скорости света в стекле и в алмазе. Вы видите, что скорость света в стекле больше, значит, стекло оптически менее плотное по сравнению с алмазом. Среда считается однородной, если её физические свойства везде одинаковы, либо незначительно отличаются друг от друга. В однородной среде свет распространяется прямолинейно. Я вам предлагаю посмотреть видео, которое это сможет доказать. Докажем, что свет распространяется прямолинейно. Для этого закрепим на доске источник света и включим его. С помощью диафрагмы выделим из пучка световой луч. Этот луч распространяется вдоль доски. С помощью мела нанесем несколько меток вдоль этого луча и покажем, что эти метки расположены напрямой. Для этого приложим к меткам деревянный метр и убедимся, что свет распространяется вдоль прямой линии. Мы можем изменить направление распространения светового пучка и, повторив все действия, убедимся, что свет в однородном пространстве распространяется прямолинейно. Древние египтяне использовали закон прямолинейного распространения света для установки колонн вдоль одной прямой. Нужно было встать за колонну так, чтобы все остальные колонны глазу были не видны. Образование тени и полутени также можно объяснить законом прямолинейного распространения света. Пусть у нас с вами есть точечный источник S. Напоминаю, что точечный источник – это источник, размерами которого можно пренебречь. Источник света излучает световые лучи по всем направлениям. Но нас интересуют только два луча – луч первый и луч второй. Это ограничивающие лучи, которые падают на границы непрозрачного предмета. Все лучи, которые будут находиться между лучами 1 и 2, проходить сквозь предмет не будут. Значит, на экране за предметом мы увидим область тени. Однако в реальной жизни все источники света протяжённые. Именно этим мы и можем объяснить, что на границе с тенью образуется нечёткая размышлятая область – полутень. Мы точно так же берём лучи 1 и 2 от протяжённого источника света. Они падают на границу непрозрачного предмета. И опять же, все лучи, которые проходят между ними, за предмет попадать не будут. Значит, на экране мы получаем область тени. Однако мы можем провести луч от верхней точки протяжённого источника, падающий на нижнюю часть нашего предмета. Это луч 4. И луч от нижней части источника, падающий на верхнюю точку нашего предмета. Мы видим, что у нас образуются области, которые называются области полутени. Сюда световые лучи попадают частично. Вот поэтому мы и говорим о том, что у нас есть плавный переход от области тени к светлой области. Эти области и есть полутени. Прямолинейность распространения света объясняет лунные и солнечные затмения. Луна находится полностью в области тени Земли, поэтому она нам не видна. Во время солнечного затмения полное солнечное затмение смогут наблюдать только наблюдатели, которые находятся в области тени. Это область А. Те же наблюдатели, которые находятся в области В и С, смогут наблюдать только частичное солнечное затмение. Все остальные жители планеты солнечного затмения наблюдать не смогут. Во время солнечного затмения мы видим чёткую чёрную тень. Во время лунного затмения Луна кажется нам красновато-багровой. Дело в том, что солнечные лучи, проходя через земную атмосферу, отражаются от Луны и придают ей именно этот цвет. Итак, сегодня мы с вами поговорили про скорость света, про закон прямолинейного распространения света и смогли объяснить образование тени и полутени. Спасибо за урок. До свидания.